Итак, дорогие товарищи, наша тема сегодня – суверенитет и диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата – это наша такая сквозная тема, и очень многие темы и вопросы, они у нас так или иначе связаны с диктатурой пролетариата в прошлой, с далекой, с советской, и нынче, насколько она есть и насколько она может быть осуществлена. Вопросы в этой теме такие – источник проблем в постижении суверенитета. Почему так встает вопрос? Ну, это вот первый вопрос. Почему он так встает? Потому что вот сейчас много мнений о суверенитете и непонятно, есть у нас суверенитет или нет. Одни говорят, есть суверенитет, другие говорят, нет суверенитета. В-третьих, значит, непонятно, что такое суверенитет. А источником является то, что когда-то, когда возникало учение Маркса и Энгельса, в работе Энгельса «Принципы коммунизма» сказано, что социализм победит одновременно в развитых социалистических странах. В развитых капиталистических странах. Поэтому там будет между ними мир, дружба, столкновений никаких не будет. Поэтому о суверенитете просто не вставал вопрос. То есть само собой понятно, что все свободны, все свободно общаются на договорной основе. Поэтому когда и наша пропаганда в ленинские времена, в сталинские, она как-то это не затрагивала почему-то, что раньше это из теории не вытекало, а когда завоевали советскую власть, построили подлинный суверенитет. Я потом позднее скажу, в чем он заключается. И это очень важно. И это прямо вытекает из диктатуры Петриата. Диктатура Петриата только обеспечила подлинный суверенитет. Я скажу, в чем он заключается. Да. Поэтому в советское время и в науке тема эта не стояла. Мы ее не преподавали в курсах. И каких-то исследований там по суверенитету СССР их не было. Почему? Потому что никто не сомневался, что суверенитет есть. Мы были уверены в завтрашнем дне, уверены в жизни Советского Союза. Значит, поэтому не вставал вопрос. И он сейчас теперь источник недоразумений, трактовок разных и так далее и тому подобное. Проблема нет. Второй источник недоразумений. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что он связан с Гегелем. Гегелем в работе выдающейся «Философия права» специально у него глава о суверенитете. И он, как мыслитель завершающейся феодальной формации, пишет о суверенитете в том смысле, что суверенитетом обладает суверен. И этот суверенитет обладает абсолютной властью. Он решает в последней инстанции любые вопросы, особенно законодательные. И он суверенитет по праву рождения. То есть, никаких сомнений, что одно такое выдающееся властвующее лицо – это король. Он король от природы. Поэтому тут никаких споров, их проблем нет. И вот я удивился. Я вот эту работу Марса «Критики гегелевской философии права». Как раз вот этой работы у Маркса молодого. 27 лет Марса было в это время. Ну, я ее читал в молодости, потом с ней сталкивался. И она тоже у меня не вызывала каких-то там вопросов, каких-то проблем. А теперь, когда я коснулся суверенитета, я смотрю Маркс. Он именно вот эти главы, посвященные суверенитету, с особой пристальностью такой рассматривает. И Гегеля критикует даже жестоко, я бы сказал, в некоторых отношениях. И показывает, что, значит, ну, Гегель здесь слабая точка зрения. Потому что природность и природные качества индивиду не могут порождать политическое явление суверенитета. И много там, значит, у него таких мыслей по поводу государства вообще и по поводу суверенитета в частности. Но у Гегеля есть один прекрасный момент вот в этой его теории. Между делом уже где-то там в конце он говорит, но есть и народный суверенитет. Бэмс, когда я это прочитал, мне отвисло челюсть. Как это народный суверенитет? И он объясняет. Он не объясняет, но указывает, что если этого не понимают, что народный суверенитет есть и рассматривают суверенитет монарха в отрыве от этого суверенитета, то они ничего не понимают в политике и в проблеме. Ну, тут я удивился, думаю, да. Собственно, с этого места я сам полез, значит, уже более глубоко копать эту проблему. И понял, что вот наши занятия, они чем хороши? Что здесь мы читаем лекции, что называется, материалы с рабочего стола исследователя. Вот мы пишем статьи, книги и тут же включаем эти материалы в повестку дня, в расписание и читаем вот этот живой такой исследовательский материал. Вот и тут он такой. Лет десять, наверное, назад в Красном университете, когда читал впервые лекции вот по этой теме, по государству, вспоминал там арабского мыслителя Ибдыхайдуна. Он писал в 14 веке о политических перипетиях Востока и пишет, что, значит, государство образуется очень просто. Какой-то сильный и богатый и умный человек организует ватагу, у них там называется это Абисайя, вот, едет в какой-то город, перебивает там местную знать, устанавливает свою власть и начинается царство Ибн Махмуда. Ибн Махмуд царствует, его окружают верные вот эти сто там или двести борцов, которые с ним приехали. Вот, но потом они стареют, в власти приходят их сыновья, сыновья они бездельники и на всем готовом выросшие они бездарные, поэтому приходит другая ватага, значит, порешает их и устанавливает новую власть, новый суверенитет. В конституции 1977 года вот эти мерзавцы, которые разрушали государство, они уже в Конституцию вписали, что каждая республика – суверенное государство. И это была подготовка уже тогда, в 1977 году, для разрушения государства. Я задумался, как же так? Кто же это делал? Кто же готовил эту Конституцию? Начал копать и вот рук обнаружил. Значит, задумал эту новую Конституцию еще Хрущев. И в 1962 году была создана рабочая комиссия под руководством, в жизнь не догадаетесь, Александра Николаевича Яковлева. Вот когда он работал. А уж вот про 1985 год и перестройку его роли, я вам чуть позднее расскажу. Да, тут я выпал в осадок. Опять. Думаю, ё-моё, это же он, значит, руководил комиссией. Ему в то время было 40 лет. Он был молодой человек, там были старые, зрелые зубры. Но дали почему-то ему. Я подумал, почему ему дали? Отдали ему, потому что там руководил идеологией значительно. Ну, во-первых, Суслов, крыша. Во-вторых, там у Суслова такой ближайший подручный Пономарёв был. Может, старший товарищ и помнят был такой Борис Николаевич. Борис Николаевич. Его племянника недавно показывали в связи с дакинстанскими событиями. Он, оказывается, направлял тех, кто устроили там заваруху в аэропорту. А он матерый русофоб, обретается на Украине в основном, или в Америке, или в Литве. Значит, и направляет вот этих вот иноагентов против современной России. А он, этот Пономарёв молодой, он его внучатый племянник. То есть, опосредственные, но всё-таки родственники. Так вот, этот Борис Николаевич, он матерый такой, один из основных антисталинистов, главный редактор всех изданий послевоенных историй КПСС. Вот многотомные истории КПСС, это все готовились под руководством этого Пономарёва. Я специально достал первое издание этого учебника в 1958 года и посмотрел его работу. Ё-моё! Значит, Пятому съезду Советов РСФСР, на котором принималась первая Конституция РСФСР, посвящено 20 строк. Вот в токенном томе 20 строк о таком выдающемся событии. Мало того, значит, Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Съезд Советов с маленькой буквы. А я к этому времени уже понял, что верховной властью тогда... Не понял, я узнал из Конституции 1938 года, у меня есть личный... В 2018 году была принята первая Конституция, Пятым съездом Советов РСФСР. И там, значит, четко сказано, верховная власть принадлежит съезду Советов. И поскольку это верховная власть, она пишется с большой буквы «Съезд Советов». И вдруг я читаю в учебнике истории КПСС, такая ошибка. У таких людей, академика Пономарёва. Ошибка эта... Сначала я подумал, что это ошибка. Опечатки ли ошибки? Начал искать. А как у других? Я смотрю и у других также. Лукьяновский сборник, значит, постановлений указов и законов о Советах за вот эти вот... За 70 лет он редактировал. Там везде уже съезды Советы... А это 79-й год. Уже везде съезды Советы с маленькой буквы. Думаю, да. А до войны как было. Попал, что мне есть, значит, история ВКПБ 1930 года, написана Александром Сергеевичем Бубновым. А Бубнов этот, он был членом Ивановского Первого Совета рабочих депутатов. И был он главным пропагандистом Красной Армии в эти как раз годы. То есть, серьезнейший ответственный мужик-ученый. Написал вот такой том истории ВКПБ. Один из первых томов по истории партии. И у него четко, с большой буквы, везде, как положено. Съезд профсоюзов не с большой буквы, а съезд Советов с большой, потому что это верховная власть. Это как император. Как император. О нем, значит, что-то такое вот пишешь, там эти подвластные, из маленькой буквы. Голову отсекут. Короче говоря, я увидел, что вот по мере развития, значит, вкрадывается вот эта вот ошибка. И потом я понял, что это по видимости ошибка. А это кто-то целенаправленно уменьшал роль этого съезда Советов. И в 1936 году съезд Советов, как верховная власть, она не была отменена. Она как бы сама собой исчезла. Ну, раз выборы перевели на территорию, и раз теперь не надо избирать съезды Советов этих вот местных, а не по ступеням, значит, до съезда Советов Центрального. То как бы съезд Советов, он перестал функционировать как орган верховный. А верховным органом стал, значит, Верховный Совет СССР. Но этот Верховный Совет СССР, он уже теперь избирался сразу напрямую внизу. Поэтому и была потеряна связь, значит, связь вот этой верховной власти, значит, с народом. Власти вообще, государством вообще, с рабочим классом, с предприятиями. Что это значит? Это и значит, что изменился характер власти. Характер верховной власти. То есть, раньше это были Советы Работчиков, СССР, солдатских депутатов. Действительно, Советы и их власть. А теперь, значит, это парламент буржуазный, фактически. Другое дело, что партия, значит, коммунистическая. И все-таки трудящиеся на заводах и партийные организации они организовывали. И как бы сохраняли характер суверенитета и характер власти советскими и коммунистическими. Но, как не трудно догадаться, значит, это сохранялось, пока жив был Сталин. И теперь я понимаю, что вот в это время, до окончания войны примерно, у Сталина не было никакого отношения. Он не занимался суверенитетом. Почему? Ну, не входило в оборот. Не входило в круг понятий. Не сталкивались с проблемой этой. А после войны с этой проблемой столкнулись. Почему? Потому что политика США, было видно, что план Маршалла, он ведет к тому, что европейские страны теряют суверенитет. Теперь, значит, Бреттон-Вудская финансовая система, коль скоро она переводит все финансы, значит, в отношении к доллару и в зависимости от доллара, она тоже теряет суверенитет. И Сталин, и руководство, видимо, они почувствовали, что страны теряют суверенитет. И я удивился, что в последней речи на 19 съезде, в заключительной, последней вообще речи Сталина, такой крупной общественной, он как раз и говорит, «Современные государства потеряли знамя суверенитетов и независимости. Вам придется поднять это знамя». Но, чтобы поднять это знамя, надо понимать, что это за знамя, видеть его как-то, ну и в сознании, чтобы оно было. Но, насколько я теперь понимаю, как-то сознание у буржуазных-то было слабое. Ну, а у молодых вот этих социалистических правителей, ну, конечно, у них слабое было сознание. У них даже о диктатуре пролетариата, вот в книжке-то я пишу, они к диктатуре пролетариата даже относились так и с прохладцей. Не понимали, скажем, на совещании к политической рабочей партии, партии 47-го года, о диктатуре пролетариата почти никто не вспомнил, а если венгрии вспомнили, то только в критическом плане. И не случайно у них, а и в Германии в 53-м году там был бунт, и в Венгрии крупное восстание и крупные убийства в 56-м году в Венгрии. А в Чеховаке в 68-м году. Так, значит, вот неосознанно была проблема, то есть вот Сталин пришел, увидел это и показал, это уже много, за это бы надо схватиться и, значит, поисследовать, в чем тут действительно дело и проблема. Но, видимо, до этого не дошло. Товарищем Хрущевым, Пономаревым, Андроповым, а тем более Яковлевым, насколько я понимаю, он в то время был уже завербован человеком. И вот это вот его воспоминания, которые вот сейчас я перечитываю, я их первый раз как-то проглотил, ну, предатель и предатель, что там он говорил, ну, это понятно, это мы знаем, я слышал в 85-87 году, как-то неинтересно. Но теперь, значит, когда вот это все завершилось, когда он умер, и когда я столкнулся, значит, с проблемой вот этого суверенитета, я снова, значит, обратился к нему, заказал сейчас в библиотеке две его книги, прочитал, сегодня сдал. И, конечно, вот видно, что человек создает враждебные тексты, и даже, наверное, не по своей воле, а вот кто-то двигал его рукой. Особенно первой книги. Первая книга называется «Омут памяти». Одно название чего стоит, и оно показательно. С одной стороны, оно говорит, что это вот что-то субъективное, это вот меня касающиеся, моей памяти. С другой стороны, мы знаем, в тёмном омуте черти водятся, и действительно, там столько чертей, причём в том числе и теперь я вижу, что, значит, американских. Это книги Яковлева, да? Яковлева, да. Александр Николаевич. Александр Николаевич. Второй том, вторая книга, одна 2001 года, а другая 2003, буквально через два года, в другом издательстве. И кто-то поработал над этими книгами. Я сначала думал, что это разные книги. Одну-то я читал, а другую не читал. Я думаю, вот и новую почитать. Батон, смотри, ё-моё, это не новая книга. Это взята старая книга, и туда вставлены, значит, вот такие вещи, которые призваны программировать идейную борьбу в будущем. Скажем, он внедряет мысль, что в марте-апреле 85-го года это они сделали революцию. Он так называют, мартовская-апрельская революция 85-го года. Это вот когда-то будут там читать, идти в школах преподавать или преподавать, и демократы так и будут говорить. Значит, это революция была, ребята. Мы говорим, что это завершение контрреволюции? А не вернее, это революция. Вы что, позже доктор исторических наук Яковлев писал, и такой большой, значит, член, а тут какой-то Козёров. Сталинист, недобитый. Да, вот это, например, вещь. Ну и, конечно, Перл в этих книгах, в первой книге, и я смотрю его второй тоже, он опубликовал два своих письма, которые он написал Горбачёву. Но одно написал в начале декабря 85-го года, но не отправил. А другое через две недели, уже исправленное и дополненное, несколько критизированное, отправил Горбачёву, как такую служебную записку, но не для печати, а вот именно для Горбачёва. И там предлагает политическую реформу, почувствуй разницу. Первый пункт, значит, разделить партию на две части. Одну коммунистическую и другую народно-демократическую. В каждой из республик. И руководить будет съезд коммунистов этих партий и съезд коммунистов этих партий. И будет президент, у которого будет и президентская власть, и он будет председателем совета партий отдельных республик. То есть это, ну вот, просто мина. Причём, это мина под довольно примитивное сознание, которое он, видимо, и предполагал у Горбачёва. И мы же знаем, чем вот завершилась Горбачёвская эпопея-то. Она же завершилась президентством. Только это было написано в декабре 85-го года. А президентом он стал в каком? В 90-м году. Так-то, господа. А, значит, если заглядывать теперь в более раннюю партийсторию, то в 83-м году завершалась карьера дипломата, его карьера дипломата в Канаде. Он, видимо, установил тесные дружеские связи и с разведками, и с Трюдо, премьер-министром. И когда устроили они по каким-то своим связям поездку Михаила Сергеевича Горбачёва в Канаду, в Канаде, вновь познакомились с Трюдо. Приятно пообщались там. Трюдо Михаил Сергеевич понравился. Он переговорил об этом с Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер в конце 84-го года пригласила Яковлева и Горбачёва в Лондон. В декабре 84-го года они летали в Лондон до Сматрины. Значит, Маргарет Тэтчер говорит, с этим парнем можно иметь дело. И поделилась этим с Рейгером. И через 3-4 месяца срочно умирает Черненко. И в марте к власти приходит Тэтчер Горбачёва. Что хотите, то и думайте. Всё стремительно развивается. И всё под контролем Яковлева. И теперь я понял, что... Я раньше говорил, что Горбачёв выполнил роль великого инквизитора. И тут я как-то рассказывал, кто это такой великого инквизитора. Достоевского в книге его, в романе «Братья Карамазовы». Вот Яковлев был действительно великим инквизитором. То есть таким мерзадцем крутым. И он просто руководил этим самым Горбачёвым. Для дополнительной характеристикой, немножко, может быть, даже во вред основной теме. Значит, что... Михаил Сергеевич Горбачёв в студенческие годы в Москве жил в одной комнате с неким Млынаджем, студентом. И этот студент был руководителем всех чешских студентов в Москве в то время. А отец у него был членом ЦК Компартии в Чехословакии. Этот Млынадж уже тогда был не коммунистом, на самом деле, а социал-демократом. И когда приехал в Чехию, быстренько сделал там партийную карьеру и написал трактат о социализме с демократическим лицом. Этот трактат использовался в Пражской весне, в 68-м году. И они тут его приняли, свой состав демократы. Они разрушились с его помощью и с помощью таких, как он, членов ЦК, в том числе Дубчик был, первый секретарь. Значит, разрушили социалистическое государство, установили новую буржуазную власть, и этот Млынадж стал им ненужным. Его выкинули, и он там болтался-болтался, потом вернулся в Австрию. Значит, в Австрию он там, какое-то время работал, преподавал в политологии. Так что, да, а Горбачёв признался, что они друзья крепкие до самой смерти этого Млынаджера в 97-м году. Вот, что у них близкие взгляды, а тот социализм с демократическим лицом, это социал-демократическая консенсация. То есть, Горбачёв со всех сторон к своей роли был подготовлен. К тому же, его ещё и вёл, значит, вот этот вот гражданин Яковлевич. Так что, Сталин предупреждал, значит, коммунистов всех стран, но, оказывается, в первую голову это уже касалось нас. И, конечно, вот этого Иосиф Сеёнович не подозревал, но в том числе и потому, я думаю, что у нас всё-таки эта группа, она ещё в 53-м году не вызрела. Кстати, случайность или нет, именно в марте 53-го года Яковлева перевели из Ярославского обкома ЦК КПСУШ. Как хотите, оценивайте, анализируйте, рассматривайте. Факт это я вам называю точным. Ну и понятие суверенитета. Вопрос. Мы его уже немножко затрагивали. Я теперь просто вкратце повторю, что суверенитет – это и есть собственная государственная власть. И, скажем, в Древней Греции или в Древнем Риме там понятия этого не было, суверенитета, да? Но у них и власть, и верховная власть было одно и то же. Там не было ещё разделения на вот эти особые, особая верховная власть и низовая. Почему верховная особая власть? Потому что она именно власть. Суверенитет – это власть в собственном смысле слова. Власть как власть. Она властвует. И Ленин, вот как всё сформулировано, и вот когда съезд проходил, и когда создавалась Конституция, прямо он на съезде заявляет, мы берём власть в свои руки. Вот мы – власть. Мы сами. Я и говорю, суверенитет – это власть, которая исходит из самой себя. А что значит исходить из самой себя? Это значит создавать все другие власти и законы. Поэтому тот же съезд, как верховная власть, назначает высшие власти. Это Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет по линии Советов и Совет Комиссаров как исполнительную власть, как органы своей власти. Они – органы. А съезд Советов – это сама власть. Она всё решает. Она всё предопределяет. И если нужно, изменит. И заставляет другие органы быть подотчётной. И может заменить, кого хочет в любое время. Тем более в революционном. Да, вот эти годы, вы почитаете работы Ленина за 1917 год. Он говорит, предсказывает многие вещи. Как пойдёт формирование новой власти. И партия была подготовлена. Значит, уже были подготовлены комиссары, про Румана. Как будет организована работа съезда. Как всё. А когда учредительный съезд проходил, они не знают, с чего начать. Кто должен вести съезд? Стал вопрос. Один там СССР предложил. Вот тут у нас есть старикан, один самый старый из нас. Вот давайте ему поручим. Дедушка вышел на трибуну. Объявляю съезд открытым. На него как же свистили там со всех сторон. Дедушка испугался и увежал. Но съезд он открыл. Съезд начал работать. Вот. Опять не знаю, что делать. Тут спокойно встаёт товарищ Свердлов. Выходит. Зачитывает им декларацию прав эксплуатирования народа. Советская власть создана. Поздравляю вас, дорогие товарищи. Уходят. И те опять не знают, что делать. Ну и в таком духе проходит это усилийственное собрание. В дурацких разговорах и предних до четырёх утра. Потом Карлул говорит, что он устал, что даже пора и меру знать четыре утра. Закромерно, естественно. Вот. Те разошлись. Пришли на следующий день. Замок никого. Нету чего-то. Ну и разошлись. Потому что они не знают, что делать. Они не власть. Они не сами. Да. И суверенитет концентрируется в верховной власти. Спрашивается, как это взаимосвязано с диктатурой предприятия? Очень просто. И связано. Значит, во-первых, вот мы говорим всё время в революции о диктатуре предприятия. Диктатура рабочего класса. Но она осуществлена в союзе с народом. Она власть рабочих, крестьянских, солдатских, казацких и ещё там каких-то в некоторых местах депутатов. То есть, эту власть по форме создаёт народ. Она и есть народный суверенитет. Вот что такое народный суверенитет в подлинном смысле слова. Его создаёт диктатура предприятия. И если бы не было диктатуры предприятия, никакой бы вот такой чистый, значит, суверенитет народа невозможен был бы. Вот он впервые в истории возник в чистом виде. И депутаты, они были не только представителями народа наверху, верховной власти, но они были представителями верховной власти и внизу. Поэтому как бы всё общество было пронизано этой верховной властью. Не как вот сейчас они собрались там в Кремле, до них теперь не добраться, не достучаться. В Кремле и на Красной Бойке. Они там как за каменной стеной от народа спрятаны и выдают вот эти законы, на которых вымирает население уже 40 лет без войны. Так что никакого другого пути, кроме установления суверенитета народа, теперь мы знаем, что это такое, установление суверенитета народа без диктатуры предприятия, это невозможно. А пока он не будет делать, никаких серьёзных изменений в России не будет. И вот этот многополярный мир – это опять обманка. Во-первых, это противоречие в определении. Контрадикция и надектум, как говорили древние логики. Полярность может быть двойная. Южный полюс и северный полюс. Мужской род и женский род – два полюса. Они притягиваются друг к другу. И везде, где вы не возьмёте, полярность, она предполагает два противоположных момента. А многополярность – это противоречие в определении. Не бывает никакой многополярности. В идеологическом смысле, чтобы открыть какую-то перспективу небольшим государствам, у которых никогда не было суверенитета и не будет. Чтобы они видели, что всё-таки есть силы, от которых можно спастись от гегемона, от одного полюса, который фактически действует ещё и до сих пор в мире. США задавили и подавили всех. И мы видим это. Наглецы. Теперь они воюют целыми странами. Против нас целое государство выдвинули Украину, чтобы Украина с нами воевала. А они обновляли свой военный потенциал. Использовали своё старое вооружение, чтобы потом закупить новое. Против Китая сейчас восстанавливают Тайвань. И думают, что там тоже будет война. Тайвань против Китая. Тайвань будет ослаблять своих китайских братьев. Поэтому вот сейчас Си Цзиньпин, я так понимаю, готовится к тому, чтобы это, если и произойдёт, то в каких-то минимальных размерах. А лучше ещё избежать. Поэтому вопрос о суверенитете – это вопрос очень серьёзный и большой. И мы оказались к нему не готовы вот по этим причинам. Из-за источников проблем в постижении суверенитета. Вот я вам эти источники слабостей назвал. И думаю, что над ними, может быть, кто-то ещё подумает, из молодёжи включится в эту работу. Мы как-то более-менее разберёмся с этим вопросом. Поэтому, дорогие товарищи, всё это очень важно. И всё это не сделать, помимо борьбы коммунистических партий за диктатуру пролетариата. Только диктатура пролетариата обеспечивает суверенитет. Мы же, сегодняшняя Россия, она выйдет из-под влияния Соединённых Штатов от этого полюса. Да, Путин надо отдать должное, он работает, борется против фашизма, который является передним фронтом этого американского гегемонизма. Но одному ему не выстоять. В союзе с Китаем, да, они вполне могут построить такой вот двухполярный на некоторое время, по крайней мере, мир, в котором Китай, он будет обеспечивать нам в какой-то мере крышу. И в этом смысле мы будем иметь не полный суверенитет, мы будем зависеть теперь от Китая в значительной мере. Но всё-таки защита Китая от Америки, она нам поможет иметь и свой суверенитет. Это ещё одна тема большая, важная. К сожалению, не стекает время. Просто замечу, что Россия в такой ситуации была уже, когда Россия входила как государство в Улус-Джучи. Помните вы такую? Все помнят историю этого 13 веке? Мы с нами правили татаро-монголы, так называемые. И мы платили дань – около 10% доходов. Но и сам этот Улус-Джучи, он не был самостоятельным государством. Он ходил в империю Чернигсона, как одно из государств. Тоже не самостоятельно. Поэтому целые рожде. И в какой-то мере эта история повторяется. Но тут надо разбираться. Это вот такое нехоженное ещё поле. Я думаю, молодёжь нашу слышит, займётся этой темой. И нам, наконец, выяснится, что это такое. И как нам быть в этой ситуации. И что нам делать по отношению к вот этому нашему положению. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Так, вопросов нет. Два записанного сцепления. Пожалуйста. Товарищ Чайберский. Источник сведений. Ну, всем полезно прочитать. Ежегодники Большой Советской энциклопедии. Я случайно открываю ежегодник БСЕ 1959 год. И там первая глава устройства Советского Союза. Я смотрю, и выделенным текстом, ну, шрифтом выделенным написано. Мы будем действовать за увеличение самостоятельности и суверенитета союзных республик. У меня волосы встают дыбом. Что ты делаешь? Тебе же суверенитетчик и националист показал тебе Гитлер. Показал, что такое национализм. То есть ты просто разбиваешь единство советского народа. И это прямо написано в программе большими буквами. То есть вот этот суверенитет, фактически разрыв социалистического народа, вот он уже шел тогда. Я не знаю, от какого этого ма и как это обосновывалось. Но вот это вот просто можно прочитать. Как называется статья? Статья называется, она в первой главе, там на 20-й странице, вы увидите. Там прямо вот этот ежегодник БСЕ, он построен так, что сначала идет устройство Советского Союза, а потом там другие статьи. И вы увидите там решения, которые принимались, и в том числе вот это вот. И значит теперь по второму вопросу. Почему же все-таки люди, нормальные советские люди, вот как бы поддержали такую, ну не противились вот этой вот линии на ослабление социализма? Ну с одной стороны, допустим, теоретическая неграмотность и такое обывательское понимание, что мы же нормально живем, у нас все хорошо, и слова говорят нормальные, и все, мы только что победили. И я думаю, что возобладала такая тенденция в массах, и особенно в верхушке, что зачем нам высокие ленинские и сталинские требования, особенно к начальникам, вплоть до высшей меры. Ты будешь отвечать за реальное дело высочайшей требовательностью. Давайте мы будем милыми людьми, хорошими такими, но требовательность меньше и меньше. И, особенно к начальникам, ну и немножко и средним условиям облегчения, вот вам оттепили там всякие. И вот это население поддержало, что давайте будем хорошими и добрыми, не надо нам бороться. Это второй. И третий вопрос. По вот, тут звучит у товарищей, что вот Путин и современное правительство Российской Федерации, вот они такие хорошие борцы там с этими, с США. Конечно, нужно, и воевать нужно, и так далее. Но нужно понимать место вот этого вот правительства и вот этой власти. Конечно, то, что военное действие идет, это нужно поддерживать. Но только не за верхушку за эту, а за рядовых людей. Такой жизненный факт, что эта власть, которая поддерживается большинством населения пока, она самоубийственна. Ну, убийство местного населения. Лекции Александра Сергеевича всегда у нас, во-первых, яркие, во-вторых, эмоциональные. И в очень доходчивой форме, дано, так сказать, предлагаются коренные, существенные. Все наши вопросы и понятные. Прежде всего, диктатура пролетариата, как коренной вопрос, на этом вопросе все противники социализма, коммунизма пытаются, как говорится, противодействовать. Я бы хотел уточнить один момент. Диктатура пролетариата – власть рабочего класса, которая выражает интересы трудящихся. Ну, не все интересы, а уточни, коренные интересы трудящихся. А народ? Народ – это рабочие и крестьяне. Ну, с рабочими все понятно. А крестьяне – это представители мелкой буржуазии. Поэтому, мне кажется, сказать, что диктатура пролетариата в конечном итоге, или как вы говорите, выражает интересы народу, в том числе интересы мелкой буржуазии, я думаю, это не совсем правильно. Мне кажется, все-таки четко сказать, диктатура пролетариата – это власть рабочего класса, которая выражает коренные интересы трудящихся. Я так и говорю, сущность диктатуры пролетариата, которая выражает коренные интересы рабочего класса. Выступления закончились, заключительно слово «Леган Средневековский». Да, пожалуйста. Да, потому что вот этот вопрос о диктатуре пролетариата, мы много о нем написали, много сказали, но, видимо, много не написали. А именно, что вот осуществление дела, если говорить, то вот можно выразиться, как вы говорите. И в какой-то мере я это тоже подчеркну. Но диктатура пролетариата – это система власти, сущность ее диктатуры пролетариата, а система – это партия, во-первых, как элемент диктатуры пролетариата важнейшая, определяющая руководящая. Теперь, Советы, как народные широкие органы во всей стране, система Советов, она подет в систему диктатуры пролетариата. Теперь, профсоюзной организации в последние годы СССР было в членах профсоюзов 33 миллиона человек. И это тоже в системе диктатуры пролетариата. Теперь, пионерская организация тоже где-то, значит, несколько десятков миллионов. Там общество, а комсомольский я назвал? Нет. Но только что отметили. И сейчас еще комсомольцы поют и отмечают. Вот 30-го меня многие поздравили, я многих поздравил. Значит, в каналах отметили, что день комсомола. Значит, теперь масса общественных организаций. Там общество Красного Креста, общество там взаимодействия с другими государствами. Тьма. И везде там коммунисты руководят, везде направляют. Везде сводят к единственным государствам. Везде сводят к диктатуре пролетариата. Диктатура пролетариата все пронизывает. Но она объединяет весь народ. Значит, диктатура пролетариата и советы – это союз рабочих крестьян. Это по сущности, да, мы говорим, диктатура пролетариата, она призвана реализовать коренные интересы рабочих классов. Но она их не может организовать без, значит, дружественных классов. На первом этапе только беднейшее крестьянство. На следующем этапе в союзе с середняком. И в конце концов при изоляции кулаков. Или вообще уничтожении кулачества как классов. Поэтому это все верно. Но это, если бы было время и, значит, возможности. И эту еще тему. Вот в таком ключе ее нужно было рассмотреть бы. Но это отдельная большая тема. Теперь, что касается первого выступления. Тут фактически были заданы вопросы. И мне кажется, что вы, когда говорите, что поддерживают политику развала СССР, население. Население вообще ничего никогда не поддерживает. Поддерживает какие-то классы и слои. Население – это самая пустая, абстрактная категория. Кто населяет эту территорию? Вот эту территорию населяют муравьи, эту лягушки. Это вот люди. И тут люди разные. Буржуи поддержали эту линию и создавали, и творили. И сабитировали массу простых людей, в том числе и рабочих. В том числе и выдающих, и рабочих. Вот я недавно вспомнил Геннадий Александрович. Грубулист? Нет, рабочий, сленополиграф Маша. Богомолов. Богомолов. Пытающийся рабочий. Поставил себе скромную цель – получать больше директора. Получал больше директора. Поручал 8 дней в 10 тысяч в месяц. Но как только просвистели демократы, он задрал штаны и побежал за ними. Ну, бывают такие, бывают, товарищи. Поэтому просто мы как люди с классовым подходом, мы говорим не о людях, не о населении, а о тех категориях, которые поддержали. Поддержали категории, значит, буржуазные, во-первых. Во-вторых, те даже из рабочих крестьян, которые тут не разобрались, которые увидели, где свои маленькие выгоды, безчастные интересы, ну и побежали за ними. К сожалению, таких оказалось много. Спасибо, дорогие товарищи. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Объявление. Встречаемся мы 16 ноября. Через неделю-четвер. Тема занятия. Так, о действительной сущности войны США и НАТО против России и сущности СВО России на Украине. Лехтву читает Семитарь Ротфронта, Виктор Рафаевич Тюлькин. Р Websителей Семитарь Раха tota Семитарь Рафаевич Тюлькин Субтитры создавал DimaTorzok